В этом году отмечалась уже 165-я годовщина железнодорожных войск, а для 681-го отдельного понтонно-мостового железнодорожного батальона этот день стал особенным и праздником вдвойне. Сегодня состоялось вручение боевого знамени воинской части. Сегодня у вашей части уникальные события. Сегодня в жизни 681-го отдельного понтонно-мостового железнодорожного батальона практически день рождения. Сегодня в вашей части вручается боевое знамя нового образца. Боевое знамя как символ чести и гордости части. Еще с петровских времен каждая часть гордилась своим знаменем и защищала его и в дни ведения боевых действий и мирное время. Я хочу от всей души поздравить вас с этим событием. Конечно, это торжественный день и особый момент в жизни каждого воинского подразделения. Важное событие в жизни всего личного состава и большая честь для всей части. Ведь боевое знамя является символом воинской славы, чести и доблести. Для нас это честь, уважение. Наконец-то мы получили боевое знамя, которое долго ждали. У нас сформирована воинская часть с 1 декабря 2015 года, а вручили только сейчас, с 6 августа 2016 года. Солдаты-железнодорожники вносили неоценимый вклад в строительство железных дорог во все времена. И в эпоху царей, и в годы гражданской, и в Великой Отечественной войн, и в послевоенное время, восстанавливая разрушенное хозяйство страны. На протяжении своей истории многое в оснащении, тактике и оперативном искусстве железнодорожных войск изменялось. Однако неизменными остаются нужность, верность военных железнодорожников долгу и преданность Отечеству. Сегодня вместе с боевым знаменем личный состав батальона получил благодарственные письма и награды. С 14 июня по 16 июля бойцы 681-го понтонно-мостового железнодорожного батальона выполняли непростое задание – наводили мост в Сасовском районе. Вы с честью выполнили свой долг. Вы сделали нам то, что мы имеем теперь доступ к отдаленному населенному пункту Липовка. Есть у нас там лесоугодие очень большие – 3,5 тысячи гектаров, 2,5 тысячи лугов, сенокосов, которые были недоступны для нас. И старый мост был сгнившим, пришел негодный. Я хотел бы, воспользуясь присутствием на этом важном мероприятии, поздравить вас еще раз с тем, что вы выполнили долг быстро, дисциплинированно, в срок, именно в месячный срок мост был наведен. Конечно, любая служба опасна и трудна, и нельзя недооценивать заслуги железнодорожных войск. Тем более, что современные условия ставят перед ними все новые и новые задачи. И хочется отметить, что в соответствии с требованиями времени и внедрением все более сложной техники, уровень подготовки личного состава неуклонно повышается, а ее методика постоянно совершенствуется.